Брюссель 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 которых обязательный прием. Всех учат, всех офицеров, спецслужб учат этому. То есть обязательно должен знать грим, обязательно должен знать подходы, обязательно должен знать, отслеживать того, кто за тобой идет, то есть топтунов. Представление с гримом и перевоплощением разве что без спецэффектов иностранцы разыграли в надежде на то, что сотрудник ЦРУ Тимоти Финнеган уйдет из-под контроля наших спецслужб. Ему в тот день предстояла встреча с информатором. Впрочем, конспирация провалилась. О каждом шаге Финнегана было известно, как только он сошел по трапу самолета в России. А на этих кадрах еще один актер от ЦРУ. Если бы у шпионов был какой-нибудь свой засекреченный Оскар, он мог бы рассчитывать на победу в номинации «Главная мужская роль». Ничем внешне непримечательный мужчина в шапке, очках и с ребенком на руках. Несколько странно, что отец прогуливается с грудничком по Москве в мороз вот уже больше часа. Видео было снято еще в феврале и показывается впервые. Папаша укачивает малыша, пытается согреть и постоянно целует. Какие нежные чувства, только вот в пеленках. Кукла. Вся эта долгая сцена отцовской любви нечто иное, как маскировка. А супернежный родитель, оперативный работник ЦРУ Джон Гранас. Он ждал встречи со связным, который, судя по всему, опаздывал. Само собой, шпион Гранас подозревал, что за ним следят, но, видимо, рассчитывал таким образом ввести в заблуждение наши спецслужбы. За предыдущий год органами безопасности было разлучено 290 иностранных агентов. Значит, их деятельность была пресечена в том или ином виде. Это не обязательно могло быть привлечение к уголовной ответственности, то есть ареста. Это могло быть выдворение по дипломатическим каналам и иные методы пресечения их разведывательной деятельности. Кстати, у Джона Гранаса действительно есть ребенок, только ему уже 2 года. На этой фотографии разведчик как раз со своей настоящей семьей. И тут Гранас малыша держит на руках, но он, очевидно, старше грудного младенца. Играть в куколы Джона заставили в креативном отделе операции ЦРУ. ЦРУ официально иностранец занимает должность секретаря в посольстве США в Москве. Де-факто он офицер ЦРУ под прикрытием. Как только не пытаются уйти от наблюдения, американские разведчики, конечно, в их арсенале нет суперсовременных изобретений, как, например, показывают в известных фильмах. Все гораздо проще, но в этом случае простота дороже хитрости. Это экспонаты из коллекции сотрудников контрразведки ФСБ, которые они изъяли во время задержаний агентов ЦРУ в Москве. К примеру, эта сумка была изъята у американского разведчика Райана Фогла. Легким движением руки она может превратиться, например, в рюкзак на плечо, а также изменить свет за считанные секунды. И внутрь, конечно, с легкостью могут поместиться все эти предметы, способные изменить внешность человека до неузнаваемости. Тем не менее, такая маскировка не всегда помогает. Чего стоит громкий скандал с прослушкой американцами политических лидеров Германии, в частности Ангела Меркель. Эту тайну открыл Эдвард Сноуден и даже предъявил доказательства. Выяснилось, что телефонные разговоры канцлера в АНБ слушали несколько лет. Меркель, конечно, потребовала объяснений, но о шумной истории в Евросоюзе со временем как-то очень быстро забыли. Агентов ЦРУ постоянно разоблачают на разных континентах, к примеру, Райан Фогл. Его поймали в России при попытке завербовать сотрудника ФСБ. Как выяснилось, прикрытием шпиону служила скромная должность третьего секретаря политического отдела американского посольства и несуразный парик. Фогл пытался превратиться то ли в женщину, то ли в рок-звезду. В итоге опростоволосился. Вы понимаете по-русски или, да, мы будем с переводчиком? Понимаю. Да, я спрашиваю. Мы пригласили вас для того, чтобы осуществить обычную процедуру, которая происходит при задержании ФСБ людей, которые совершили какое-либо преступление. То, что этот человек любит устраивать шоу, наши разведчики прекрасно знали. Вот еще одно хорошо известное видео. Внедорожник въезжает в автосервис за рулем помощник шпиона Александра Ван де Венцетт. В салоне притаился Фогл. Он лежит на полу иномарки, окна затонированы. Как только машина останавливается, агент СРУ выходит и начинает переодеваться. Конечно, снова парик и отправляется на очередную встречу с информатором. Есть специальное информационное агентство, отделы, которые занимаются сбором вот такой информации во всех спецслужбах. Будь то это информация, которая приходит из телевидения, будь то это журналисты, неважно. Это новейшие разработки сразу становятся известны спецслужбам. Моментально. И здесь уже обмануть кого-либо очень сложно. Бесславный конец шпионской карьеры уготовила судьба и для сотрудников ЦРУ, которые работали в Европе. Например, Ральф Гоф. Этот человек руководил так называемой разведточкой ЦРУ в Берлине, а также участвовал в операциях Хельсинки, Вене, Тбилиси. По некоторым данным он внедрял агентов, чтобы выведать государственные секреты Германии. Но Гофа все же вывели на чистую воду и объявили персоной Нонграта. Эта история связана с еще одним громким скандалом об американском шпионе по имени Маркус. Они работали вместе. Сотрудник немецкой федеральной разведывательной службы устроил распродажу государственных секретов американцам. По некоторой информации Маркус выслал в США списки с настоящими именами и псевдонимами агентов немецкой контрразведки. Сведения на 3,5 тысячи человек. А после пытался установить контакт с российским гиппредставительством в Германии. Посылал туда некие электронные письма, но ни одно из них, как утверждают в нашем МИДе, не дошло. Нет доказательств и у самих немцев. Европейцы почему-то не хотят замечать очевидных фактов и никак не могут рассмотреть сотрудника ЦРУ в темнокожей. Женщине, шпиона в тедолюбивом мужчине и куклу в младенце.